Они все же встретились, несмотря на то, что Бродский к тому моменту считался диссидентом. В 1972 году он был изгнан из Советского Союза, и любые контакты с ним для советских граждан были как минимум нежелательны, а то и опасны. Но Высоцкого это не останавливало. В этом именно доме, и вот здесь, вот на первом этаже, вот тут сейчас на первом этаже, и происходила встреча Высоцкого с Бродским. Свидетелем той встречи был друг Высоцкого, фотограф Леонид Лубиницкий. Он и сделал тот единственный фотоснимок, на котором Бродский и Высоцкий рядом. И они разговаривали, а я просто присутствовал там, у меня была камера с собой, и я снимал их вдвоем. Вот и все. Потом вошли все на ужин. Все было очень просто. Бродский очень ценил Высоцкого. Он считал, что он удивительно талантливый поэт. И он сделал огромный такой срез российской жизни, российского общества. Причем так, как сделал не один человек. Бродский подарил Высоцкому сборник своих стихов и написал «Лучшему поэту России, как внутри нее, так и извне». Одна строчка, несколько слов. Но для Высоцкого это была высшая оценка. Великий поэт признал в нем собрата. Я просто понял, что речь идет, что мы имеем дело прежде всего с поэтом. Более того, я бы даже сказал, что меня в некотором роде даже не устраивает, что это все сопровождается гитарой. Потому что это действительно само по себе, как текст, совершенно замечательно. Кульминацией гастролей в США для Владимира Высоцкого стало предложение Виктора Шульмана издать пластинку с песнями, звучавшими на этих концертах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова